коллеги я категорически вас приветствую это третья часть посвящена фронт-энда для музея юмора мы изучаем аурелию ну в общем давайте давайте дальше чтоб не терять время начнем друзья я посмотрел в интернете на самом деле сам на сайте самой аурели есть замечательная информация о том как это вообще легко добавить в проект в общем-то не буду занимать ваше время просто покажу что на сайте аурели есть установку быстрап 4 буквально там две строчки нужно вставить в нужные места ну и соответственно awesome фонд awesome версии 5 тоже на самом деле ставится очень легко и в общем то даже просто чтобы не занимать ваше время мы просто можете это проделать сами а а мы тогда уже дальше начнем двигаться по проекту итак что изменилось изменился интерфейс я добавил как вы видите иконки из awesome фонд awesome называется авиасом фонд если хотите вот я немножечко надобавил так сказать бутстрапа что было более красиво выглядело ну и теперь вот так вот выглядит музей юмора но собственно говоря это помог читабельно смотрибельно и уже имеет какой-то претендент по части дизайна но единственное что наверно вот я бы сейчас еще вот эту штуку поставлю по центру ну и давайте пока вот по центру поставим ну а для этого еще а ну и отступы на сделаю давайте для этого мы сейчас что сделаем мы сейчас делаем вот что мы сейчас создадим какой нибудь css css или даже не так давайте вот app css здесь напишем более бодим марджин поставим джин а получилось так ну и теперь мне нужно то собственно говоря марджин подключить ну наверняка где-то вот здесь я для этого здесь напишу 5 реклает и куэр пром зачем с большей буквой но так вот так app css и закроем и сохранить да вот отъехала все отличненько и теперь на самом деле нужно еще я бы хотел вот эту вот штуку сделать по центру давайте посмотрим где нарисуется на нас не день рисуется в категориях так в категориях да вот я уберу вот эту штуку отсюда вам это должно быть не в категориях это должно быть вот здесь и более того я сделаю что вот эта штука была ну что-то типа ну такой штуки то есть что у меня сама сам класс app имел свойство публичное которое называется title естественный string и по умолчанию я задам как раз вот вот то что мне там было скопировано даже вот так назову музей юмора теперь нужно сохранить все и теоретическим сейчас да отлично работает ну и чтобы это все еще было и красиво давайте сделаем класс сделаем центр ну в общем то вот так вот теперь выглядит у нас музей юмора вот так вот он теперь отображается теперь давайте нам идем немножечко марафет с точки зрения вот это вот смотрибельности это мне кажется не очень выглядит поэтому мы сейчас это немножечко поправим ну и еще смотрите у нас так был из adult параметр теперь его нет я вот сейчас наверное вот это вот все быстренько добавлю итак у нас есть категории вот они перечисляются это те которые берутся из сущности категории селектор категории селектор из категории вот они они теоретически я могу добавить и сюда восьмую категорию написать 18 плюс но я бы хотел немножечко по-другому отрендерить и поэтому сделаю такую штуку так мне репит не нужен копирую вот так вот вставлю и вот этот вот репит удалю здесь напишу 18 плюс нажмут сохранить и собственно говоря вот вы видите она появилась она может быть чуть-чуть съехала сейчас еще не знаю почему но собственно говоря даже наверно лучше стена съехала мне так кажется вот ну еще сюда за добавлю такую текст денджер нужно быть красный да она так и сделалась как красным мне это вот нравится ну и в общем то тогда у меня когда по селе кто происходит выборка эта категорию у меня должно изменяться из из нет мне вот это вот ничего не должно быть меня должно изменяться значение у категории что лишнее сделал сейчас давайте вот этот муж не беру вот то есть у меня даже вот это у тебя нужно быть я ящик самичным смотреть у меня вот эти вот верхней категории которые анекдоты, кстати, я переписал от 1, 2, 3, 4, 5, переписал на нормальные названия в соответствии с теми параметры, которые отправляются на сервер а теперь я добавил еще одну категорию ну это не категория, а еще одну галочку, ее можно как-нибудь по-другому отобразить, собственно говоря, здесь руки развязаны можно делать что угодно но здесь вот такой вот у меня нюанс то есть, во-первых я ввел еще одно значение которое называется излоудинг, сейчас мы сделаем по образу и подобию опять же, как написано на уреле, но прежде чем это сделать, давайте им объясню, когда у меня включается триггер в селекторе мне нужно это значение передать соответственно вот сюда, то есть у меня вот этот параметр, который находится в этом классе, вот он, должен-должен как-то измениться на основании вот этой галочки, которая находится в другом модуле и да вы угадали, если конечно угадывали он также должен измениться по вот такому же принципу но уже там должен быть другой параметр соответственно, другая должна быть система которая дает уведомления между модулями просто другой канал будет использоваться поэтому я подпишусь давайте adult changed ну вот пусть он вот так будет называться и из adult пусть он будет равен из adult моему, вот которому нет внутренний параметр из adult вот, ну осталось только при клике вот на это вот чек отправить такой же вот adult change сейчас я его скопирую скопировал и чтобы вот отсюда вот, собственно говоря здесь такое нужно добавить adult changed и собственно говоря осталось только написать саму вот эту реализацию метода ну, я вот так вот сделал по-хитрому да вот здесь вот напишу adult changed и здесь у меня категория не при чем так как у меня этот параметр будет в одном месте отправляться больше я нигде его не буду поэтому я просто напишу вот так вот changed то, что я скопировал и соответственно буду отправлять из adult а у меня его нету здесь да, наверное надо бы ввести adult очень странно ну, добавим мы вам declare вот у нас есть и вот это уже уведомление мне не нужно значит adult changed сейчас проверим что называется правильно ctrl-v сохранить категория changer у меня теперь есть где этот adult f 12 а она мне создала что-то очень страшное давайте я все-таки правильно создам это у меня должно быть property а не метод вот да и он будет boole значение носить и по умолчанию будет false ну теперь я все сохранил перезагрузил страница все показывается отлично ну и теперь когда он у меня меняется теоретически у меня должна информация поступить о том что изменения в параметрах произошли и мы можем это легко узнать но пока не сейчас вот почему у меня в результатах приходит еще и total items когда я включаю вот это плюс 18 количество записей изменяется и соответственно я тоже могу увидеть включена эта галочка или нет поэтому я вот эту операцию сейчас и проделаю для этого что мне нужно мне нужно вот здесь показать что-то типа ну давайте сейчас вот это поправлю для красоты уберу вот эти пустые штуки и вот здесь вот добавлю новый пусть это будет тоже div пусть это div будет тоже текст центр и вот здесь я добавлю так у меня здесь кто категория да ага ну ладно я в категории это сделать не могу давайте я так вот напишу total пока что и мы сейчас этот total будем прокидывать я хотел сделать так чтобы в модуле категории селектор было видно то что придет из репозитория ну и поэтому соответственно мне нужно из humor viewer где уже получается этот exhibit отправить сообщение наверх ну в смысле не наверх а в другой модуль опять же по образу и подобию я это сделаю ага значит это у меня делается в его вьювере вот получается exhibit и когда я его получаю соответственно у меня есть информация о том что изменилось количество записей потому что с каждым новым приходит новая информация про записи и так давайте его добавим для этого я сейчас сделаю дополнительное свойство которое будет у нас total total она будет у нас number по умолчанию будет 0 и теперь когда у меня вот эта штука приходит с сервера я могу сделать вот таким вот образом this total будет равен также у меня это же у меня exhibit значит не правильно написал вот exhibit и ага и мне нужно привести его к типу model у меня вот он model а у меня model вот здесь поменяется ну тогда я могу вот так написать model и здесь total с большой буквы total ну конечно же this ну сейчас проверим да мы это никак не проверим можем это только сделать вот таким образом во viewery нужно добавить вот сюда пока временное свойство сделаем потом его отсюда уберем и напишу здесь вот так вот total и сохранить так пока 0 нажимаю пошел запрос да вот вы видите изменилась но это у меня все находится в модуле который называется humor viewer я хочу чтобы вот эта штука показывалась наверху а это у меня уже другой view model поэтому давайте его сотрем и все-таки сделаем как это должно быть правильно сейчас я лишнее позакрываю и так у нас есть у нас есть humor service который должен получать информацию об адулте на него подписано значит нужно куда-то вот эту штуку выстрелить у нас она может меняться только вот здесь то есть на самом деле мне нужно сказать что ой мне нужно сказать что вот это вот changed как раз и должна менять то есть я переключаюсь вот сюда в селектор здесь у меня есть adult changed у меня здесь adult ставится но для этого мне естественно мне нужно забанить для этого я сюда сейчас переключусь нет вот сюда и вот здесь вот поставлю value bind ой bind соответственно из adult и теперь когда я буду включать или выключать селектор ну давайте проверим сейчас я прям вот так вот нажму ну чтобы увидеть что падает информация о том что были изменения где у нас source так control shift f нажму и поищу adult нет все таки adult change вот он мне нужен нет мне нужен вот type script я поставил галочку и сюда вот нажимаю вот смотрите на туда полетела теперь также напишу вот еще один категории селектор вот и давайте вот так вот напишу adult changed вот он отправка вот подписка Ага, где-то еще один должен быть Вот он, категория changed Категория selector Категория, нет, это не то Вот он И, соответственно, когда я отпущу Вот, как вы видите, пришло уже в юмор сервис информация о том, что она выключена И получается, что какая-то фигня Так, у меня Сейчас я, видимо, забандил Невероятно, false, она почему-то всегда false Один момент, сейчас проверим Так, для начала Стоп, переключимся, value Ну, конечно, не value, потому что Checked Правильно написал, check it, change it Давайте еще раз проверим, отпустим Штуку Нажимаю, выстрел Смотрим, пришел True, о, все заработало, отлично Ну, и теперь Давайте все-таки вернемся К Total Итак, у нас есть Humor Selector, нет, Humor Viewer И вот здесь приходит новая информация о том, что Total изменился Соответственно, где-то здесь Нужно, значит, сюда заинжектить Event Все-таки event Агрегатор Так, добавился сюда Теперь его нужно запихнуть в конструктор Event агрегатор, я вот так вот по-хитрому сделаю Скопирую С запятой У меня стоит, не стоит Стоит Ctrl-V Двоеточие И напишу его с маленькой буквы И, соответственно, теперь This Нет, неправильно This event агрегатор Я тоже напишу его с маленькой буквы Равен Естественно, тоже event агрегатор Тоже с маленькой буквы Так как у меня его нету Мне нужно определить это свойство Вот оно И, собственно говоря, я могу на него подписаться Хотя, собственно говоря, почему подписаться-то Не подписаться А, наоборот, отсюда я могу выстрелить события Итак, что мне нужно Мне нужно, когда Total вот этот меняется Мне нужно сказать, что у меня This event агрегатор, который уже подключен у меня Subscribe Паблиш мне нужно Событие, название, запятая И что паблиш Я буду публиковать Total Соответственно, если я буду публиковать Total Тогда мне нужно здесь название Total Ну, пусть будет Changed Чтоб не изобретать велосипед Я, опять же, скопирую, чтобы не промахнуться Конечно же, название всех этих сообщений Нужно выкидывать в отдельный файл В общем-то, чтобы поменьше текста было Вручную вводить Ну, раз у меня Fumar Changed Мне вот здесь нужно проделать то же самое Потому что теоретически у меня проходит Абсолютно та же операция Неважно, каким образом я получаю данные Ctrl-KD Ну, и у меня получился, что у меня уже Дублируется штука Уже текст начинает повторяться Поэтому я напишу вот так вот Total Notify Total Change По образу и подобию, как было в предыдущий раз Notify Total Changed Как-то вот так Вот здесь, соответственно, вот это должна быть Однозначно Ctrl-KD Нажму, чтобы отформатировать документ И, в общем-то, вот эта штука у меня тоже должна быть вот здесь А потом я этот Total буду отправлять Соответственно, мне нужно просто вот в этих двух местах Когда уже Exhibit обновился Нужно обновить, соответственно, и всю остальную информацию Точка с запятой Так, что-то здесь не так написал Это у меня почему так вот Вот Так вот скопируем И здесь делаем то же самое Вот Теперь, неважно, какое событие произошло по клику Случайного или выбор Нам будет отправлять уведомление Ну, и, соответственно, раз у нас есть Publisher Нам нужен, соответственно, и Subscriber Для этого нужно в категории Selector У нас здесь есть агрегатор Уже есть И здесь у нас есть уже Touched И есть Уже NotifyChange Ну, соответственно, в NotifyChange Да, ну, давайте Можно подписаться в конструкторе на Subscribe Ну, давайте подпишемся в конструкторе This Subscribe Чтобы один раз Создавался этот Субскрайб Надо сказать, что в Aurelie Все V-модулы по умолчанию работают По принципу регистрации Singleton В Dependency Injection Поэтому Если Если вы все-таки захотите сделать его не Singleton То есть другой вариант создания инстансов То придется немножечко по-другому делать Там есть специальный атрибут Для регистрации зависимости И... Ладно, это потом нюансы Потом Так, давайте это сотрем Напишем This Event Aggregator Subscribe, соответственно Нет, по-моему, с маленькой буквы Subscribe Ну и, в общем, что мы будем делать Мы будем То самое, что я скопировал Нет, я уже что-то другое скопировал Значит, посмотрим Как она называется Total Changed Что-то короткая память Совсем встает Ctrl V Вот И мне нужен Handler Собственно Который будет обновлять Этот вот Total То есть Мне здесь нужно тоже иметь Total Который я буду показывать Будет у меня, соответственно, равен Ну Давайте вот так вот напишем Total Будет равен Так, что-то не то нажал Один момент Вот так Будет равен Total Вот И так как у меня этого Total Еще нету Я его сейчас определю Вот здесь он где-то появился Это, соответственно, Number Ну, можно изначально Задать значение В общем, ничего страшного в этом нет И теперь в категории Selector Вот Total у меня теперь Будет уже обозначать Непосредственно Тот самый параметр Который придет с сервера Ну Что я могу сказать Найдено Вот так вот Записи Двоеточим Вот Ну и, в общем-то, сейчас их ноль И, как видите, у меня информация обновилась Ну, единственное, что я бы еще, наверное Это сделал вот так вот повыше Чтобы это было все-таки на выше И, наверное, наверное, вот я бы еще вот Вот такую вот конструкцию применил Ну, в общем, это не такая важная информация Вот, поэтому я сделаю вот так вот Так, я что-то... А, ну да Я не так сделал Сейчас я все отменю Да, вот здесь нужно поставить Slash small Не, вот так вот А, сама поставила Отлично Ну, в общем, вот, видите, что у нас получилось Я изменяю Ой, я получаю с базой всего У меня 4047 анекдотов А если включаю Непосредственно еще То получается немножечко побольше Ну, и смотрите Теперь Пришло время поговорить про Ну, да-да Именно вот спиннер Или без индикатора Или прогресс Или еще как вы хотите Ну, то есть Чтобы можно было понять информацию о том То есть Когда нажимаю Запрос отправляется У меня как что-то Какое-то должно крутиться Какая-то штука И когда запрос Ну, она должна переставать крутиться Я скажу, что в Aurel И сейчас найдем Где-то я находил информацию про Сейчас назнаю Вот этот вот Прогресс Или А вот Эдин лоудин индикатор То есть уже на самом деле Все придумали за нас Что мне для этого нужно Я прямо сейчас Не мудрствуя, а лукаво Сделаю это Так, для этого мне нужно Включить консоль Остановить для начала проект Install and progress Пусть остановится Дальше что мне нужно сделать Мне нужно сделать ViewModel CustomElement Ага Мне нужно сделать CustomElement Load А, лоудин индикатор И Create LoadingJS В общем Давайте я тогда сделаю Немножечко по-другому Я хочу попробовать Вот это свойство Которое может генериться Так, у нас есть вот ресурсы И в них ничего нет Поэтому я сейчас здесь напишу AU Generate Так Что там она может у нас генерировать Сейчас посмотрим Вот ValueConverter А, элемент Ну, значит Generate Э Ле 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 Забыл как называется Индикатор Ну, да Не забыл, а просто убедился Ин Ди Катор Нажимаем Enter Так, смотрим, что изменилось В ресурсах Появился элемент Вот Loading Индикатор Вэлю Понятно И вот тут еще какая-то штука поменялась Дальше прочитаем, что написано JS Ага NoView Когда эта конструкция говорит о том, что View на самом деле не потребуется Поэтому я Вот этот вот View отсюда удалю Спасибо, конечно, что сгенерировали, но Не надо Вот Ну, а здесь на самом деле Ну, я опять же Поступлю более кратким путем И вот так вот сделаю Ctrl-V Собственно Вот так вот он у меня Был ужин включиться Понятно Старт Вот так вот выключиться Ага Мне нужно Импорт уже подключить Ну, в общем-то Думаю, что он должен заработать Дальше мне нужно прочитать Вот тот самый NoView Который говорит о том, что Не должно это быть А, ну и вот Есть такой файл Global Resources Это у нас Он находится Вот он Есть такой И теперь мне нужно что сделать Мне нужно его подключить И я сделаю вот так вот Ctrl-V Элемент Платформа Ага У меня эта платформа не подключена Вот И теперь получилось, что мы Теоретически готовы Посмотреть, как это работает А, стоп Его же нужно как-то на UI запихнуть Сейчас проверим Для этого нам что нужно Loading Indicator Как его здесь используют А, вот Loading Indicator Bind Contacts Тайл Вот Loading Indicator Давайте я скопирую эту штуку И Так как у нас это Главная страница У нас Из Loading А, у нас еще нет Из Loading Ну, давайте подумаем Где это можно сделать На самом деле Это можно сделать Вот здесь Ну, тогда придется Как-то прокидывать Всю эту штуку Из Отсю Сейчас скажу Так Не отсюда Не отсюда А сервисов Вот То есть у нас Процесс лоудинга Должен быть отсюда И мы как-то Должны Вот отсюда Опять же Выстреливать информацию Опять же Чтобы прокинуть ее На UI Ну, давайте Собственно говоря Этим займемся Ну, прежде всего Я бы, наверное Хотел бы посмотреть Как он Для начала Выглядит Давайте я сейчас За лишнее все Позакрываю Я открою Сейчас Up Да Давайте здесь Так, я там Что-то скопировал Так, давайте Давайте прямо Вот здесь Этого и шарахнем Так, ну Только мне здесь Нужно Что-то Байнд Какое-то Другое Сделать Loading Байнд Да, давайте Я сделаю Is Loading Динг Вот так вот Давайте для начала Сделаем Ваптс Такую штуку Назовем ее Is Loading False А, давайте сделаем Что это Булевое значение Вот И здесь Прямо Вот таким Вот образом Сделаем Input Type Checkbox Давайте правильно Закроем Tag И здесь Вот Checked Bind Ой Is Loading И давайте Еще Вот Чтобы понятно Совсем Было То Сделаем Здесь Вот Такую Штуку Которую Как раз Напишем Is Loading Ну И Теоретически Мы сейчас Это все Должны Увидеть Да Как-то Что-то Вот Я не вижу Чтоб Заработал Ну Да Конечно И В общем То Давайте Проверим Ага Вот Как он Все-таки Выглядит Очень Теперь Все Понятно Ну Теперь Значит Можно Все Эту Дрянь Убирать Отсюда Ну И смотрите У нас Есть Bulev Индикатор Нам Нужно Получать От него Какие-то Информации По поводу Того Что он Изменился Для этого Сделать Как обычно Я думаю Inject И сюда Нужно Мне Event Агрегатор Так Ну Видимо Inject Мне Тоже Подключить Ага Подключился Теперь Агрегатор Здесь Можно Сделать Конструктор Конструктор Самый Event Агрегатор Event Агрегатор Я по образу И подобию Как в прошлый раз Сделал Только С маленькой Буквой И соответственно Dys Event Агрегатор Равен Event Агрегатор KD И С маленькой Буквой И Добавить Свойства Ну И В общем-то Теперь Нужно Что Мне Нужно Здесь Делать Я Сделаю Опять же Отдельный Метод Subcribe Название Loading Где он Пишется Так Loading Changed И Соответственно Вот этот Вот Value Новое Нужно Поставить В This Is Loading Ну Как-то Вот так Ну И Раз У Меня Ой Ну Конечно Я Сразу В Кучу Слепил Да Фигня Получилась Мне Нужно Метод В этом Методе Мне Нужно This Event Агрегатор Sub Нет Sub Subscribe Ну А здесь Уже Как раз То Что я Написал Точка Запятой Нужно И И Еще Я Сделаю Привычка У меня Все методы После Конструктора Вот И Теоретически У меня Вот это Вот Все Готово Ну Теперь Я Вот Эту Штуку Скопирую Скопирую Как Вы Помните У меня Была Такая же Информация Из Лоудинг Прокинуто Вот Сюда Вот В этот Метод Из Лоудинг Значит Мне В этом Методе Нужно Сделать Такую Же Подписку Так Это У нас Humor View Ну Теоретически Давайте Тоже Сделаем Subscribe В конструкторе Sub Subscribe Вот Таким Вот Образом Сделаем В конструкторе Так Change Declarer Метод Да Метод Опять Наверх Ну Ладно Бог С ним Ой Он у меня Уже Оказывается Скопирован Я его Вот сюда Поставлю И Не соответствует Ли Да А Лоудинг Нет Не соответствует X Control K D А Так Мне его Просто Создать Нужно Вот Что Control Запятая Деклара Проперти Ну И Теперь Соответственно Когда У меня Будет Ити Загрузка Сейчас Покажу Вот Во Viewer Вот Этот Вот Кнопки Будут Прятаться От Пользователей Да Ну И Теперь У меня Что еще Должно Быть Это У меня Во Viewer Ну Теоретически Нужно Еще Блокировать Категории Поэтому Я Где-то Уже Тоже Пропихнул Вот Это Ну Только Для Того Чтоб Не забыть Об Вам Нужно Нужно В Этом Месте Сделать Соответственно То же Самое Вот У меня Метод Субскрайб Есть Но Я Сделаю Так По-хитрому И Вот Эту Вот Штуку Ой И Вот Так Вот И Удалю Вот Ну И Соответственно Нужно Добавить То Самое Property Я Сейчас Нажал Сохранить И Теоретически Я Должен Увидеть А Вот Ничего Не Вижу Ну Конечно Потому Что У меня Ничего Не Меняется Хорошо Давайте Проверим Что Работает Остальная Часть Да Работает Вот То Само Этот Вот Тот Самый Плюс 18 Вот Ну Единственное У меня Теперь Этот Лоудинг Мы Подписались Везде На Его Изменения Только Он Еще Пока Нигде Не Меняется Поэтому Я Сейчас Открою Сервис Humor Сервис Да Humor Сервис И На самом Деле Мне Нужно Переделиться Где У меня Может Выстреливаться Этот Самый Этот Самый Параметр Ну Во-первых Он Может Выстреливаться Только Когда Вот Эти Запросы Начинают Выполняться И Соответственно Я Могу Здесь Делать Вот Такую Штуку Которая Называется Ну Например Notify Load Ding Ну Пусть Будет Changed Notify Loading Changed Так Для Начала Чтобы Не Забыть Мне Его Нужно Поставить Вот Здесь Чтобы Я Уведомил Всех Что Началась Загрузка Вообще Вообще Подождите У меня Loading Стартует По Нажатию На Кнопки Так Давайте Я Это Отсюда Все Таки Уберу Сделаем По Правильному Что Тут Погорячился На Самом Деле Тогда Это Тоже Отсюда Лучше Убрать Итак У Меня Все Что Связано С Запуском И Остановкой Находится В сервисе От Кумер Вьюбер Но Здесь Собственно Гляд Set Loading Вот Так Вот Делаю True Ой True Ну Собственно Говоря Это Говорит О Что Я Включаю Загрузку Так Куда Она Много Создала А Вот Внизу И Здесь Я Скажу Что Этот Is Loading Равен True Ну И Теперь Нужно Поделиться Со Всеми То Есть This Event Aggregator Publish Соответственно Lo Как Вы Там Называли Loading Changed Control C Control V Ну Что Пошли Промахнуться Точно И Должны Отправить Новое Значение Is Loading Давайте Теперь Проверим Что У Нас Вот Эта Штука Так Что Тут Все Съехало Ну Так Давайте Проверим Что Он Работает Итак Нажмем F12 Упс Теперь Найдем Вот Он Loading Свернем Проверим Что Сюда Приходит Значение Так Это У Нас Установился Он Это У Нас Changed Это Значит Пришел Замотался Закрутился Отлично Не Выключился Хорошо Тоже Хорошо Теперь По Выключению Соответственно SetLoading Аргумент Ну Давайте Тогда Я не доделал Конечно Value Ой Value Равен Конечно же Value И Соответственно Теперь Мы Вот этот Вот SetLoading True Можем Поставить Так Ну Здесь На самом Деле Более Правильный Вариант Нужно Сделать Finally Ну Чтоб Мы Уже 100% Были Уверены Что Это Именно Тогда Закончится Когда Должно Закончится Ну А Если Не Закончилось Тогда Мы В любом Случай Ставим False Ну Вот Так Давайте Сделаем Для Красоты Опять Ж Вот И Такую Ж Сюда И Здесь Соответственно Нужно Также Поставить True Единственное Что Сюда После Того Как Перестал Ветти Запрос То есть Вернулись Данные С сервера Нужно Поставить False Так Я Сохранил Все Где Наш Браузер Давайте Сейчас Вот так Все Закрою И Попробуем Так Крутится Перестал Крутиться Крутиться Перестал Крутиться Ну В общем То Что И Требовалось Доказать Работай Ну А теперь Я бы еще Хотел Чтобы Момент Пока Вот Идет Запрос На сервер Чтобы Вот Эти Штуки Ну Были Допустим Недоступны Чтоб Нельзя Было Поменять Категорию Потому Что Мало Ли И Кнопки В том Числе Чтоб Нельзя Было Еще Один Запрос Поставить Ну Вот Так Я Хочу Для Этого Нам Нужно Так Я Сделал Где-то Здесь Вот Так И Теперь Вот В Humor Селектор Я Вот Так Вот Вставлю Вот Эту Лишнюю Букву Уберу И Тогда У меня Здесь Loading Есть Есть Только Он Должен Естественно Будь Более Назначение По Умолчанию False Лишнюю Допустую Поставил Вот И Когда Она Изменится Отлично Сработает Мне Нужно Подписку Я Сделал Изменится Она Должна Измениться Соответственно Излоудинг У меня Используется На Кнопках Ну На Всех Кроме Вот Этой Давайте Вот Так Вот Добавим Чтобы Совсем Было Правильно И Теоретически Когда Я буду Сделать Запрос Так Это У меня Исчезло То есть Теперь Не Кликабельные А Кнопки По Прежнему Кликабельные Так Что То Не Доделал Сейчас Поставим Исмодул Идефайн Ага Вот Если Модул Равен Так Это У меня Тайтл А вот Баттон Так Стоп Кнопки У меня Как Раз Есть Шоу 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 Байн 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 Так Непонятно Может быть Наоборот Сейчас Проверим Так Что Мне Кажется Что Я Так Если Не А Ну Конечно Здесь Нужно Не Или Поставить А И То Есть Кнопка Должна Быть Видна Когда Нет Загрузки И Не Последнее Значение То 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 Когда Заданное Значение Какое-то Так Ну Ка Сохраним Переключимся Так Ну Ка Так Кнопка Исчезла Все Кроме Одной Да Не Очень Хороший Вариант Что То Где-то Я Еще Видимо Не Поставил А Ну Да Вот Шу Байндинг И Вот Эту Кнопку Видимо Тоже Надо Скрыть Шу Если Не Лоудинг Так Еще Раз Переключаем Ну Вот Собственно Говоря Достигнута Идея Ну Вот Смотрите Мне Кажется Что Вот Эта Штука Должна Быть Написана Заглавным Вообще Моя цель Показать Как Это Сделать А Не Какая Она Должна И В общем То Так Давайте Лишнее Позакрываем На самом Деле Мне Вроде Все Устраивает И Теперь Давайте Вот Такую Штуку Сделаем Ну Для Того Чтобы Это Сделать Нам Потребуется Во-первых Это Можно Двумя Способ Простой Колхозный Или Крестьянский Вариант Когда У вас Есть Компонент И Вы Делаете Humor Отображение Вот На Viewer Где У нас Тут Вот Title Да То Самый Простой Вариант И Написать To Upper Case Кажись Так Вот Видите Сделалось Она Заглавными Более Менее Смотрится Красиво Но Это Такой Не Очень Солидный Вариант Я хочу Показать Как Это Можно Сделать При Помощи Aurel Более Того Если Где-то Потребуется Ну Ладно Давайте Я Тогда Пока Это Уберу И Собственно Для Этого Нужно Следующее Мне Во-первых Нужно Эту Штуку Остановить И Теперь Я Должен Написать Следующее Ау Generate Value Так Давайте Проверим Как Это Пишется Я Нажму Интер Без Value Converter Ау Generate Value Converter Ну То есть Суть В том Что Есть Пишется Специальный Value Converter Так Назваемый Который Может Одно Значение Преобразовать В другое То есть И Это Делается Специальными Способами Вот Что Он Меня Спрашивает Название Ну Я Могу Давайте Я Напишу Название Класса Аппер Кейс Value Converter Это Договоренности Так Называемые Конвеншены В Ауреле В общем Название Конвертера Всегда Дописывает То есть Вначале Пишется Название Конвертера А потом Приписывается Value Converter Ну В общем Так Вот Принято Так Смотрите У меня В папке Ресурсов В папке Value Converter Появился Аппер Кейс Value Converter Как Вы Видите Вот Ну Вот Принцип Я Видимо А Смотрите Апер Кейс То есть Мое Название Она Развела На Четыре Части И Собственно Видимо Я должен Был Вместо Такого Тмол Кейса Делать Тоже Через Ну Будем Знать На Будущее И В общем То Что Дальше Теоретически Теоретически Мне Здесь From View Ничего Не Нужно Конвертировать А Смотрите Я Сделал Глупость У меня Получилось Value Converter Value Converter Она Меня Спрашивала Только Название Поэтому Собственно Получилась Гадость Давайте Я Сейчас Эту Штуку Удалю Снова Открою Консоль Через Control Для Этот И Вот Эта Кнопочка Не Вот Ну и Попробуем Сделать Еще Раз Generate Value Converter И Мне Здесь По идее Нужно Написать Upper Case Сейчас Проверим Что Да Вот Она Сгенерировала Upper Case Upper Case Понятно Мне Где Этот Вот Не Нужен From View Мне Только To View Нужно Вот Ну и Раз У меня Приходит Value Мне Теперь Что Остается Ну Собственно Написать То Что Там Уже Было Написано Если У меня Value Не Пустое Тогда Value To Upper Case Ну и Суть Сводится К тому Что Я написал Этот Конвертер Теперь Его Нужно Как-то Зарегистрировать В системе На самом Деле Это Делается Есть Для Этого Специальные Места Так Называемые Ну и Договоренности Опять же Вот Он Этот Файл Вот У меня Уже Есть Кое Какая Регистрация По Большому Счету Я могу Так А Нет Стоп Я Так Не могу Сделать Зашибся Я Вот У меня Это Так Называемая Регистрация Презыщего Нашего Этого Штуки Такой Как Она Называется Индикатора Я Могу Сделать Вот Так И Добавить Сюда Уже Непосредственно Так Называем Value Converter Value Value И Converter С Слэш А А вот Он Аперкейс Можно Название В смысле Расширение Не подставлять Ну И Теперь Как Вы Понимаете Я Могу Его Использовать Для Этого Нужно Всего Лишь Навсего Применить Так Называем Атрибут Да Или Как Он Называется На Сам Деле Мне Достаточно Здесь Написать Аперкейс И Нажать Кнопку Сохранить Давайте Проверим Что у Нас Теперь Все Сработало Нет Не Сработало Но Это Хорошо Потому Что Я Не Помню Как Напишется Теоретически Она Должна Ой Как То Наверное Все Так Называться Так Проверим Так Сохранил Сохранил Не Работает Ладно Сейчас Будем Разбираться Хотя Давайте Проверим Что Она Вообще Получила Обновление Ну Конечно Я же Нажал Стоп Давайте Для начала Запустим Так Аперкейс Есть В индексе Зарегистрировали На Вьюшке Написали Вот Пока Не Помню Через Дефис Или Нет Вот Сейчас Перезагрузится Вьюшка Сейчас Мы Нажмем Да Сработало Значит Все Правильно То Название Файлов Через Дефис Название Классов Через Камелкейс Заглавные Буквы А Сам Этот Нужно С маленькой Буквы Написать В общем Смотрите Теперь Вот Я могу Вот Этот Байндер Расширитель Так Назваем Использовать Ну Даже Вот Вот Здесь Например Могу Написать Так Вот Аперкейс Давайте Переключимся Нажмем Кнопочку Ну Фразы Изречения Тоже Увеличились В размере Но Пусть Будет Так Ну И давайте Сойдем Еще Один Data Converter Который Будет В нормальном Виде Показывать Нам Информацию По По Датам Давайте Нажму Стоп Снова И В очередной Раз Напишем Value Converter Давайте Напишем Data Time У нас Появился Data Time Converter Вот он Ну И Собственно Гра Мне тоже Здесь Не нужен View Который Идет То есть Данные Которые Будут View Так Что Здесь Мне нужно Для Начала Я хочу Использовать Moment Ну В смысле Да Такой Библиотека Который Позволяет Форматировать Данные И вообще Управлять Календарем Грубо Говоря Пусть Он Давайте Я его Установлю Воу Воу Я его Установлю Здесь NPM Install Или просто И Moment Сейчас Это займет Некоторое Время Я надеюсь Недолго Ну И пока Moment Устанавливается Я его Импортирую Он У меня Будет Импортироваться Вот Таким Вот Образом Это Будет Сборка Moment Момент Да Так Вот А Давайте Забудем Забудем Двойными Кавычками Точка Запятой Вот Ну И теперь Раз у меня Здесь Есть Moment Я могу Сделать Допустим Вот так Ну Для начала Давайте Moment Locale По моему Установлю Room В принципе Это можно Сделать День В другом Месте Ну Чтобы Можно Было Один Раз Ну Я Здесь Сделаю Чтобы Показать Return Moment Здесь У нас Идет Value И Дальше Мне Нужно Форматировать Format Ага Здесь Мне Еще Нужен Формат Ну Давайте Формат Не Будем Жестко Записывать А я Вот Так Сделаю Формат Вот И Соответственно Я Получу С View Вот Таким Вот Образом Так Что-то Тут Лишнее Создавало Вот Другими Словами Я Сразу Могу Показать Как Этой Штука Пользоваться И Как В эти Конвертеры Подсовывать Значения Ну С Этими Как Он Называет С Параметрами Вот Ну И Собственно Грое Что нам Осталось Нам Осталось Сохранить Так Для начала Нужно Запустить Старт Дата Сохранилась А Зарегистрировать Его В Индексе Я Вот Так Нажму Аперкейс Сдублирую Вот И Теперь Здесь У меня По идее Так Вот Я Даже Вот Data Time Можно Также Без Разширения К Спири Компилинг Пошел Так Что-то Поломалось Наверное Потому Что Запятой Нет Еще Раз Сохранить Да Все Получилось Стартануло Ну И Сейчас Это Свернем Найдем Где У нас Показывается Дата Вот Показывается Дата И Соответственно Я могу Также Подключить Этот Вот Форматор Так Называемый Как Вы Помните У меня Он Называется Как Он У меня Называется Date Time Ну Давайте Так Напишем Date Time И Какой Нибудь Формат Мне Параметры Передаются Через Точка Запятой Можно Их Там Вот И Там Еще Но Я Вот Так Остановлюсь Но Пусть У меня Будет DD Вати Точка ММ ММ Вернее И Y Y Y Давайте Проверим Что Эта Штука У Не Работает Так Спа Лучшие Данные Не Работает Отлично Значит Что То Не Так Я Сделал Сейчас Будем Проверять Так Как Выяснилось F5 Может Быть Просто Опять А Нет Запущено Давайте Все равно Проверим А Нет Сработало Видимо Обновления Не Попали Ну В общем Да Вот Все Заработало Сейчас Такой Же Формат Я Применяю Для Я Применяю Для Вот Этой Штуки Второй Даже Вот Скопирую Его Ctrl C И Вот Сюда Поставим Хоп И Сохранить Так Здесь Видимо Не Было Обновлений Давайте Побольше Дергим Здесь Нет Он А Вот Все Заработало На самом Деле Все Очень Просто Получилось Ну И Какие Дальше Следующие Шаги Наверное Наверное На этом Все Больше У меня Пока Нечего Показывать Ну В общем Наверное Наверное Будем На этом Прощаться В общем Если Поверятся Вопросы Или Пожелания Возможно Серию Продлим Но На этом Наверное Наверное Все Спасибо Вам За Внимание Приходите Еще